Число индивидуальных предпринимателей в регионе за год увеличилось на 1300. Их общее количество уже превысило 33 тысячи. Немало точек роста для бизнеса можно найти в сельских территориях. Так, например, в Агайском районе работает пекарня, где ассортимент уже мало отличается от городского. Производство оценила Инна Михайловская. Сахар, маргарин и добавляем яйцо. Это на курабье. В кондитерском цехе процесс кажется бесконечным. Только раскатали корзиночки и поставили в печь – новая забота. И пока один кондитер занят печеньем, второй готовит эксклюзивный торт. Как на фото. Вроде жареная рыба, на самом деле десерт. Рыба будет полностью покрыта марципаном, плавники, голова тоже из марципана. И все это будет краситься вручную кисточкой. Талант художника по-сладкому у Ирины Глухих раскрылся после рождения дочери. Говорит, уже много мультяшных персонажей спекла, раскрасила. И чем дальше, тем интереснее. Оформляем, лепим. Пепу лепили полностью всю семейку, что делали на торте. И когда приходят с новым тортом, оно еще более интереснее кажется. А повторно делать уже вот так вот, один раз делать, еще раз, это уже нет лазарта, не так интересно. Но все равно делаем то, что людям нравится. Кондитерский цех в Вагайской пекарне – самое молодое подразделение. Открыли, потому что появилась потребность. А начинали 13 лет назад с двух видов хлеба. Тогда трудились всего 6 человек. Сейчас в штате 40, всех работников подготовили здесь, на производстве. А вот со специалистами до сих пор проблема. Нет технолога по хлебопечению, профессионала. Это накладывает тоже свой отпечаток, потому что качество муки от поставки до поставки разное. И приходится самим доходить до того, чтобы хлеб был хороший, чтобы не крошился, чтобы был пышный, чтобы был вкусный. Когда хлеб, булочки, пирожки стали массово поставлять в местные магазины, особым спросом они почему-то не пользовались. Тогда открыли два фирменных павильона с соответствующим названием. Ну и вот результат. С утра здесь полки ломились от продукции, а к вечеру все, что осталось. Один из павильонов находится рядом с пекарней. Чтобы доставлять хлеб с пылу с жару, изобрели такую каталку. Если спрос продолжит расти, придется открыть еще одну фирменную торговую точку. Инна Михайловская, Евгений Проскуряков. Тюменское время.